Добрый день! Здравствуйте, дорогие! Тема – стимуляция тета-волн, преимущества и недостатки. Тета-мозговые волны – это то, что мы испытываем, когда почти уже заснули, или когда только что проснулись. Технические тета-мозговые волны – это паттерны электрической активности мозга в диапазоне 4 от 4 до 8 Гц. В таком ментальном ритме люди обычно испытывают состояние глубокой релаксации. Тета-мозговые волны, обычно приводящие к стадии сна или сновидениям. Тета – важные волны, так как они являются границей между сознанием и подсознанием. Не научившись контролировать состояние тета, мы получаем доступ и возможность влияния на ту мощную часть подсознания, которая недоступна нам в обычном будущем состоянии. Когда мы находимся в состоянии тета, мы получаем повышенные способности к глубокому исцелению, обучению и росту. Обычно считается, что тета-мозговые волны – характерные преимущества для людей с повышенными творческими данными, обладающими способностью выходить на глубокие уровни релаксации, медитации и гипноза. Однако тета-волны часто наблюдаются у людей, страдающих дефицитом внимания, психическими расстройствами, у так называемых «мечтателей» – людей не от мира всего. Какая же польза стимуляции мозга тета-мозговыми волнами? Первое. Уменьшение стресса и чувства тревоги. Не все люди с большим количеством тета-волн испытывают состояние релаксации, но частота тета-волны связана со снижением чувства тревоги, уровня стресса и нервозности. Повышение общего количества тета-волн поможет вам снизить скорость мышления и улучшить свое ментальное здоровье. Второе. Исцеление тела и сознания. Тета-волны, как известно, влияют на восстановление организма, ускорение роста, скорейшее исцеление сознания и тела, благодаря глубоким уровням релаксации, которые достигаются с помощью тета-волн. Тело и сознание легко восстанавливаются после ментальных и физических нагрузок. Третье. Укрепление иммунной системы. Повышение уровня тета-волн приводит к укреплению иммунной системы, так как тета-волны приводят организм к самоисцелению, избавлению от стресса, стресс и чувство тревоги вредят организму, так как происходит высвобождение вредных гормонов, таких как адреналин и кортизол. Тета-волны способствуют выработке приятных химических компонентов и нейротрансмиттеров, которые помогают восстановлению иммунной системы. Четвертое. Глубокие уровни релаксации. Когда человек пребывает в состоянии бодрствования, ему очень трудно добиться преобладания тета-мозговых волн. Но даже в этом случае люди, искушенные в медитации, а также дети, способны достичь глубокого состояния релаксации. Помните, какие ощущения с детства? На самом деле тета-волны – это беззаботное состояние души, дающее вам ощущение комфортной связи с окружающими. Пятое. Эмоциональные связи. Тета-волны ассоциируются с ощущением глубочайших эмоций. Интересно, что состояние мощной синхронизации тета-волн приводит к возрастающей интенсивности эмоций. Иногда наша эмоциональная сфера настолько заблокирована или скрыта, что мы не в состоянии испытывать естественные эмоции. С помощью стимуляции тета-мозговых волн, посредством релаксации и синхронизации, мы можем снова вернуть и даже усилить свои эмоции и чувства. Шестое. Усиление интуиции. Когда мы научимся синхронизировать тета-мозговые волны, мы резко усилим интуицию, способность видеть и слышать за пределами наших физических ощущений, а также расширить свое ограниченное восприятие реальности. Если мы будем тренировать свой мозг посредством синхронизации медитации, мы сможем разбудить латентные способности и получить неограниченные возможности в области ощущений. Когда мы повышаем количество тета-волн, мы усиливаем интуицию. Так же, как и способность распознавать те ощущения, которые мы называем животным инстинктом. Седьмое. Подсознательные связи. Тета-волны позволяют нам связываться с глубинами нашего подсознания. Подсознание – источник творчества и вдохновения. Именно там заложена долговременная память, хранится весь наш опыт, в том числе эмоциональный. Заложены возможности творчества, глубоких духовных связей. Восьмое. Высокий уровень творчества. Высокий уровень творчества. При обладании тета-волн часто обнаруживают высокотворческие люди. Многие талантливые художники, изобретатели, мыслители имеют чрезвычайно высокий уровень мозговых волн. Тета-мозговые волны значительно повышают уровень креативности. Девятое. Повышение способностей решения проблем. Вы когда-нибудь испытывали творческий ступор? Проблемы, связанные с неприятностью и стрессом, характеризуются повышением количества бета-волн. Невозможно решать проблемы ментальным блоком. Повышая количество альфа и тета-волн, вы, несомненно, достигнете состояния полета, в котором решите любые проблемы, не впадая в ступор. Десятое. Установление духовных связей. Некоторые люди считают тета-волны мостом между физическим и астральным телом. Такое ментальное состояние создает ощущение умиротворенности, блаженства и счастья. Люди достигают весна мощных духовных связей благодаря влиянию тета-волн. Одиннадцае. Программирование подсознания. Стимуляция тета-мозговых волн дает вам доступ непосредственно к подсознанию. Этим вы можете обойти свое сознание, которое часто выполняет роль фильтра, не позволяя вам изменить паттерны поведения, негативного мышления. Напротив, подсознание слепо принимает любое утверждение без вопросов и немедленно начинает действовать именно так. Итак, устранить нежелательный опыт мышления или поведения и заменить его желательным, положительно влияющим на ваше личное развитие можно посредством стимуляции тета-волн. Это является прекрасной основой для техник помощи самому себе, таких как подсознательные внушения и самогипноз. Двенадцатое. Паранормальный опыт. Люди в состоянии тета особенно открыты по паранормальному опыту. Это опыт выхода из тела, удаленное видение, экстрасенсорные способности и другое. Как бы ни оспаривали реальность существования подобных явлений, имеются факты вхождения людей в такие состояния при преобладании тета-мозговых волн. Предполагается, что медиумы высвобождают мозговые волны тета-диапазона для установления контакта с высшими силами, духами и божественным миром. Тринадцатое. Повышение способности к обучению. Хотя диапазон альфа-мозговых волн 8-12 Гц наиболее способствует суперспособностям к обучению, тета-волны также связаны с искусством обучения. Когда ваше сознание входит в диапазон тета-частот, вы получаете возможность усваивать на 300% больше информации, нежели в состоянии бета. Состояние тета позволяет усваивать гораздо больше учебной информации, чем в состоянии бета, а в некоторых видах деятельности даже больше, чем в состоянии альфа. Четырнадцатое. Укрепление долгосрочной памяти. Когда мы работаем над тренировкой тета-волн, наш мозг также учится быстрее восстанавливать и сохранять долгосрочные воспоминания. Для гиппокамта – части мозга, участвующей в процессе сохранения информации и восстановления воспоминаний, характерен ритм тета-волны. Часто терапевты при лечении травмированного пациента используют диапазон тета-волн для восстановления подавленных воспоминаний и таким образом изменения отношения человека к травмировавшему ему его событию. Проблемы. Проблемы, связанные со стимуляцией тета-мозговых волн. Первое. Рассеянное внимание, депрессия, сонливость, апатия, гиперактивность, высокая внушаемость. Подробнее. Первое. Рассеянное внимание. Не каждый может извлечь пользу из тренировки тета-мозговых волн. Преобладание активности тета-мозговых волн часто является причиной расстройства, концентрации, внимания. Во многих случаях тета-волны вызывают ментальный туман, сонливость и в течение дня нелогичность мышления. Если вы уже страдаете дефицитом внимания, стимулирование тета-мозговых волн не самая хорошая для вас идея. Второе. Депрессия. Пациенты, страдающие клинической депрессией, в результате диагностики показали пребывающую активность тета-волн. Обычно люди с замедленной активностью мозговых волн склонны к депрессии. Стимуляция бета-волн у людей, страдающих депрессией, принесет им гораздо больше пользы, если вы погружаетесь в депрессию в результате чрезмерной стимуляции альфа и тета-волн. Я бы посоветовала прекратить такую стимуляцию и заменить ее стимуляцией бета-волн. Сонливость. Состояние тета ассоциируется с глубоким сном и сновидениями доминирует у людей, чувствующих сонливость или очень уставших. Таким образом, сонливость и дремота наступают у людей, которые, будучи в состоянии бодрствования, натренированы достаточно, чтобы активировать тета-мозговые волны. Когда вы повышаете тета-активность, вы обязательно заснете и проснетесь свежим и отдохнувшим. В состоянии тета очень трудно сохранить ясное сознание за работой или при любом виде деятельности, если только вы не тренировались специально посредством медитации. Апатия. Возбуждение ассоциируется с бета-волнами. В состоянии тета нередкое явление – ощущение скуки и апатии. Если вы почувствовали равнодушие к жизни, самое время повысить активность бета-волн и отказаться от тета. Пятое. Гиперактивность. Гиперактивные люди тяготеют к высокой тета-активности, что демонстрирует полное отсутствие самоконтроля. Обычно эти симптомы характерны для дефицита внимания. Поскольку мозг функционирует на таких медленных волнах, центральная нервная система использует гораздо меньше энергии в целом. Вся энергия, которую вы получаете из съеденной пищи, должна быть каким-то образом использована. Такое чрезмерное выделение энергии выражается в гиперактивном поведении. Шестое. Высокая внушаемость. В состоянии тета ваш мозг чрезвычайно восприимчив к внушению и новой информации. Повышенная внушаемость – вещь не всегда полезная, так как может заставить ваше подсознание усвоить негативные установки. Поэтому такому типу людей стимуляция тета-волн не рекомендуется. Вот такая информация. Можно прослушать ее несколько раз. И все это обо мне дорогом. Обо мне дорогом. Изучайте, уважаемые. Удачи.